здравствуйте так краткий экскурс по вертексу собственно чтобы использовать вертекс надо создать какой-нибудь java проект ну вот например один из оптимальных случаев это будет грэдл вот потому что в него удобно вставлять зависимости вот создаете проект грэдл здесь выбираете java если вы конечно не хотите писать все на кодлине здесь вводите какой-нибудь группой и не знаю станки например так лап 4 и помощь этого мастера создаете какой-то проект собственно у вас некоторое время будет загружаться грэдл синхронизироваться что-то там создавать и в какой-то момент вы сможете создать какой-нибудь класс так вот создать моим класс наверное лучше все-таки его положить какой-нибудь пакет например примерно с тем же как вы выбрали для этого артефакта и где любезно предложить вас даже принести файл в нужный пакет вот вы имеете функцию мая так вот и можно запускать это простой проект готовым к вертексу он пока никаким образом не привязан но можно это исправить надо зайти на сайт вертекса ну вроде мы должны попасть сюда у нас эти вертексы есть раздел документации в частности у нас наверно интересует век составляющая вертекса и ее java мануал вот много всяких интересных слов но в частности есть описано что нужно подключать чтобы у вас в вашем просе появился вертекс собственно берете вот эту штуку копируете отсюда вставляете build-gradle как раз в секцию dependency не забывайте сделать import changes и через какое-то время в вашем просе появляется вертекс вот теперь вы можете писать какой-нибудь вертекс положение собственно любое вертекс положение создается из объекта вертекс вот а дальше собственно что-нибудь но опять же можно здесь какой-нибудь примерчик вот прям отсюда сделать все импорты и запускать его значит если мы сейчас запустили то где-то на порту 8080 у нас должен крутиться наш веб-сервер собственно если мы зайдем host 8080 вот мы увидим hello world так дальше здесь есть много всякого интересного если посмотреть вот например есть шибы не за тары например как они подключаются что с ними делать даже наверное еще раз не чем шибы не за тра есть раутинг вот сети раутинг хендеры которые отвечают на пост дед и всякое всякое всячина но в общем много всякого интересного даже source джесс можно подключить но это наверно вы это понадобится где там были сессии вот куки сессии но очень много всякого интересного в общем есть о чем можете почитать тут в доках следующая интересная концепция вертекса это вертиклсы собственно в разделе документации в разделе кори есть такая штука как вертиклсы собственно это такие вот компонентики из которых строится положение вертексе у них есть метод старт и стоп собственно их можно запускать и останавливать и по-хорошему например мы могли бы нашу вот эту самую функцию main превратить в вертикл ну собственно вместе с классом main например вот таким вот образом так вертекса создавать уже не нужно потому что каждому вертиклсу уже есть встроенный вертекс можно тут есть но вертекс нам надо создать функцию main и собственно наш вот этот вертикл который теперь подставлен в виде класса main туда задеплоить так теперь можем запустить все должно работать так же как и работало но интереснее конечно другое то что эти вертиклсы их может быть много и они могут друг с другом взаимодействовать для этого есть собственно следующий раздел это event pass вот можно из вертекса получить event pass и кидать между этими вертиклсами сообщение вот в частности мы можем сделать так чтобы наш этот хеллоу ворду нам приходил нет самого и в сервер не был зашит веб сервера был какой-то функциональностью который реализуется отдельным вертиклсом ну вот можем создать отдельный класс собственно получить здесь этот вертик вертекс получить у него event pass и подписаться на события вот здесь как хендер здесь на миску от входящие сообщение и мы можем по ответ послать то есть нам придет некое сообщение е и мы у него ответим hello и тело этого сообщения а теперь здесь вместо соответственно посылания просто hello мы возьмем собственно этот же event pass и отправим тот же самый канал grid сообщение ну не знаю можем например world отправить дальше получить хендер который будет обрабатывать ответ от того кто это сообщение кто на это сообщение нам ответит ну и соответственно послать ошибку если что-то пошло не так так в принципе сейчас теперь запустим можно даже сделать вот так стопа интерьера что-то каждый раз у нас не спрашивал опять приоткрыть страничку то мы увидим что произошла ошибка потому что мы сообщение отправили никто на него не ответил потому что мы этот вертикл не добавили в наш существующий вертекс мы можем это сделать сделав deploy vertical наш вот этот grid vertical перезапускаем получаем hello world дальше интереснее в принципе этих вертиклов которые отвечают на запрос может быть много можем даже дать им какое-нибудь имя чтобы они друг от друга отличались и делать их много пусть они даже пишут нам в ответ от кого именно мы получили этот привет теперь если мы все это перезапустим то получится довольно забавная картина что мы подпочередно получаем этот grid от разных гритеров собственно это семантика вот этой самой функции send она отправляет в канал grid какое-то сообщение и ждет на него ответ от одного из тех кто этот канал слушает собственно это сообщение будет доставлено только одного поэтому в целом это такая балансировка между несколькими объектами одного элемента если мы хотим чтобы все получили наше сообщение то вместо send мы должны использовать publish но правда в этом случае мы не сможем так просто получить ответ потому что непонятно от кого все могут дать разный ответ и вообще непонятно сколько этих чуваков которые отвечают на самом деле зарегистрировано поэтому в этом случае задача несколько усложняется но вот можете поразвлечься как-нибудь и подумать как ее решить как получить ответ от сразу нескольких этих вертиклов ну и собственно самая важная мысль связанная с этими этими вертиклами в том что все вот это взаимодействие через вот этот самый event bus можно сделать как сказать распределенным то есть сейчас у нас эти вертиклы находятся вот на в рамках одного процесса можно сделать так чтобы не запускались в рамках разных процессов и соответственно кидались вот этими самыми сообщениями просто как-то друг другу по сети при этом нам сокеты писать ручками не придется для нас все сделают специальный фреймворк собственно увидеть это можно вот все документации в секции кластеринг есть некоторый выбор фреймворков которые могут это сделать вот но стандартным решением является так называемых hazelcast и вот для него есть мануал собственно чтобы подключить hazelcast нужно вот в этот самый компонент вертикла написать в грэдл в принципе вот у hazelcast есть свой полноценный сайт вот тут очень много всякого всего где-то там даже есть какая-то документация на самом деле это страшная машина как они называют in-memory data grid это такая распределенная in-memory база данных которая умеет не только хранить данные но и сообщение пускать друг другу всякие там распределенные очереди и прочее распределенная структура данных если интересно можете почитать про него более подробно но для нас все взаимодействие с ним собственно обстрадировал vertex поэтому нам надо только просто подключить его вот эту самую строчку мы должны вписать себе build cradle по аналогии с вебу да не забудьте делать импорт если вы случайно забыли сделать как только что сделал я можете это сделать в gradle sync и собственно у вас в проекте появится этот hazelcast да для работы этого hazelcast нужно ему добавить специальный конфиг вот тут где-то есть у него ссылка вот на default cluster должен лежать в парке resources куда-то перейдете видимо сюда есть такая очень широкая конфигурация всего того как можно научить этих hazelcast и друг друга находить но метод даже есть более какой-то простой случай собственно вот он когда мы просто на поскольку у нас все равно все будет запускаться на local host поэтому мы можем достаточно простой конфигурации научить hazelcast и находить у друга на local host и собственно этот файлик мы возьмем и и вставим вот сюда вот теперь у нас есть конфигурация для hazelcast осталось нам только префакторить нашу приложению чтобы она работала через вот эти самые hazelcast значит на самом деле первая мысленно вот этот grid vertical вынесем в отдельную в отдельный файлик чтобы можно было сделать свой main вот собственно мы это и сделаем значит если мы хотим чтобы вертекс работал в режиме кластеризации то есть hazelcast мы должны использовать вот этот кластеред вертекс и соответственно сам вертекс будет создаваться в колбейте event result это собственно есть объект типа вертекс и вот мы можем тут задеплойт нашу вертеку так name нам откуда-то надо взять ну можем например читать его с консоли так вот это собственно будет наш процесс запускающий изер цикла который будет говорить привет ну и мы нам тоже нужно аналогичным образом поменять так теперь мы можем запустить наш main вот у нас теперь показывается что в нашем hazelcast есть один мембер теперь можем запустить наши grid вертеклы первым делом хочет от нас имя мы можем дать ему именно grid 1 вот он запустился вот их теперь два можем запустить еще один grid vertical да будете запускать убедитесь что у вас вот здесь стоит галочка чтоб можно запускать немного сразу иначе получится запустить только один вот у нас есть теперь три grid а если мы опять обратим обратимся на наш localhost то мы увидим что нам эти grid отвечают по очереди как собственно у нас и было в изначальном примере если мы теперь какой-нибудь из этих grid вырубим то мы перестанем получать от него ответы если создадим еще один новый то соответственно начнем от него тоже иногда получать ответы вот таким образом вы можете строить строить распределенное взаимодействие через вот этот самый event pass но уже между процессами если конечно вы подключили hazelcast и соответствующим образом вы понастроили на данном случае вот например да вот вот Продолжение следует...